Добрый день. Добрый день. Как ваши дела? Чем занимаетесь? Отлично. Общаюсь с россиянами. Вы из какого города? А, в Сукраине, извиняюсь. Только заметил, что вы с Украины. Как сильно-сильно разочаровываетесь? В россиянах? Да. Уже привыкаю. Адекватно есть? Есть. Это радует. Но очень мало. Я вот буквально пять секунд скажу. Я только что смотрел расследование важных историй. Это журналистский проект такой в Ютубе. И они показывали сюжет о том, о родственниках убитых, мобилизованных на войне. И там люди говорили, родственники, о том, что мы гордимся своей сына, ну там и так далее. Говорят, что какой ужас, плачут, что погибли. Но в конце говорят, очень красиво организованы похороны. Спасибо военкому за поддержку. И дай бог здоровья Путина. Да. Наблюдается такая тенденция, что те люди, которые обращаются с жалобами к Путину, они, например, жалуются не то, что их мужей загнали на войну, а жалуются на то, что им не дали соответствующих условий, чтобы они могли качественно выполнять те задания, которые перед ними поставили. То есть убивать, по сути? Да, да, да. Я в ступор встал. Я не бедаю иллюзии к нашим, моим согражданам по поводу этого, но я в ступор встал. Вот это хотел сказать. У меня к вам есть такой вопрос. Как вы считаете, эта война в Украине, это война Путина или это война народа России? Конечно, Путина, но народ в России верит в то, что это его война. Это безусловно. Нет смысла нам быть в Украине, нет смысла нам что-то делать там и так далее. Мне самому повестка на мобилизацию приходила. Я, естественно, туда и не пождал, не пойду. А если бы попал, ну, попаду туда, то, скорее всего, застрелюсь просто и все. Не, не надо стреляться. Найдите этот... А чужить можно туда? Да, да. Нет, это вполне серьезно. Не, я понимаю, я читал про это и смотрел интервью Владимира Золкина. Часто его смотрю. Но если будет бой, я не собираюсь. Там, кстати, вот сегодня так краем глаза глянул, вышла... Гордон, знаете, да, такой? Я к нему не питаю там каких-то... Да, ну, смотрите, я обычно раньше иногда посматривал его, сейчас практически не смотрю, а тут попалось просто. Он был в лагере для военнопленных российских и показывал, какие там условия, там все это. И этот, короче, он ответственный по пресс-службе, ну, то есть, вот этого... Этих лагерей? Ну, да, как бы, вот этого лагеря. Он рассказывал, показывал экскурсию, как, что там у них обстоит. И он говорит, что те военные, которые самостоятельно сдаются, то есть, они не попали в плен во время боя, а самостоятельно сдаются. У них есть возможность по окончанию войны попросить убежище, то ли в Украине, то ли в какой-то европейской стране. Ну, то есть, вообще без проблем. Да. Ну и... Понимаю, но для меня это неприемлемо. Либо, если я туда все-таки попаду, то, скорее всего, это какие-то... Ну, вы слышали про РДК, там, и так далее. А, ну, да, да, да. Не, ну, есть люди разные. Есть люди, которые хотят просто не быть втянутым в это, и там, чтобы на руках не было крови. А есть люди, которые готовы радикально защищать Россию. Да, да. Россию от... Потому что я, например, считаю, что в первую очередь сейчас страдают россияне. Украин... Не, ну, больше украинцев страдают. Да, но дело в том, что россияне тоже страдают от путинского режима. Ну, да. Если бы не страдали россияне, и украинцы бы не страдали. Поэтому... А я, например, всегда... У меня такое мнение, что... Ну, нам будет комфортнее жить, когда рядом будет адекватный сосед. Безусловно. Знаете, когда вы живете на лестничной площадке с соседями, и вам же лучше, когда у вас за стенкой какая-то порядочная семья живет, а не сосед-алкаш, который через день пытается сжечь свою квартиру вместе со всем домом. Правильно? Да, да, да. Потому что я понимаю, что наше соседство, оно никуда не денется. Россияне, они будут в той или иной форме. Может, там распадется на разные какие-то... Просто... Думал об этом. Я не... Ну, мне никто не может объяснить, что есть общего между... Там, чукчами, эскимосами, я не знаю, бурятами, и теми же самыми дагестанцами, там, чеченцами. Вот я дагестанец. Ну, вот, что вас объединяет с щукчей? Кроме того, что вы живете в Российской Федерации. Путин. Вот серьезно. Ну, вот, понимаете. А как его... Он же человек, он смертен. Вот, так что, да, я думаю, что... Поэтому, я думаю, что в первую очередь, конечно, вот эти... Ну, Северный Кавказ, я думаю, он по-любому должен... Чечня, как минимум. Да, 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 как минимум. Должны отсоединиться. А когда, например, для... Я, например, я уверен, что путинский режим, он проиграет. Конечно. Да. Когда станет вопрос о выплате вот этих репараций для Украины, для восстановления, я думаю, что мир может предложить вот вашим регионам, там, той же самой Чечне, скажут, вы знаете, мы готовы вас принять опять, как добропорядочных партнеров, покупать там вашу нефть, там, алмазы, вот. Только вы должны откреститься от путинского режима. И открестятся, открестятся, будут... Да, конечно. Путина же нет, по сути. Да. А он объединяющий звено. Да, конечно. Дело в том, что... А по вашему мнению, его власть, после того, как Пригожин показал, что он ничего не стоит, пошатнулась или нет? Для россиян нет, но по моему мнению, да. Потому что все-таки люди, которые во власти, в том числе, они увидели, что он не совсем силен, скажем так. Для думающих людей тоже показатели это. Да и для западного мира в том числе, потому что они увидели, что до Москвы, в принципе, можно... Меня интересует, честно говоря, отношение внутри России, меняется вообще или нет? Глубинного народа нет. Не меняется? Вообще нет. Они считают его сильным, молодец подавил, ну он должен был так сделать, не наказать. Что может повлиять на мнение россиян? У меня есть точного мнения, здесь нет, потому что поражение, скорее всего, повлияет так, то, что они найдут виноватого, и виноватого это не будет Путин, естественно. Вот. А если второе, то, наверное, в случае того, что... Ну, не выиграет точно, потому что ввиду объективных причин, я не верю в Путину в этой войне. Но пока первый вариант, мне кажется, так. То, что все равно найдут кого-то виноватого, и народ должен... Мы должны долго, огромное, мне кажется, несколько десятков лет пройти, чтобы из нас все это выветрилось на протяжении 20 лет, потому что нам все вливалось в уши. Вот, потому что пропаганда достаточно умелая, дело Геббельса живо. Да, да. Если вы вспомните... Говорите, говорите. Спасибо. Если вы вспомните Первую Чеченскую войну, когда срочников отправляли в Чечню, очень много матерей, русских женщин приезжали в Чечню, жили в казармах, искали своих детей. Сейчас такого нет. Ну, это тот же народ, по сути. Просто 20 лет нам топили, топили и топили. Да, мы сами виноваты, потому что этим обманывались, но все же... Смотрите, вот вы так все-таки ближе к этой теме. Здесь иногда мне попадались чеченцы, я имею в виду не кадыровцы, а чеченцы. Да, да, да. Вот. Они говорят, что нормальные чеченцы, те, которые за независимую Чкерию... Настоящую ногчу. Да, после того, как они проиграли войну России, они все в изгнании. Ну, то есть, они где-то по миру разбросали их. Да. И остались в основном, как бы, ну, кадыровцы. Лояльные. Просто сам Кадыров рассказывал, что в этой войне погибло 300 тысяч мирного населения. Вы слышали об этом? Да, 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 там очень много погибло. Я просто вообще не понимаю. Все-таки у чеченцев есть вот это ж, ну, кровное месть и все такое прочее. Как они могли на это закрыть глаза? Потому что Путин сделал очень хитро, по моему мнению. Он поставил над чеченцами не русских, а еще более жестокого чеченца. Ага. Вот. И он ими всеми управляет, ну, чеченцам уже нет смысла делать, потому что против них такой же чеченец. Но в этом плане чеченцы более свободолюбивы, чем мы дагестанцы. И кровное месть у них чаще, скажем так, используется. То есть, получается... Они, кстати, не любят русских. То есть, получается, хитрый план Путина был в том, что купить одного чеченца, ну, условно говоря, Кадырова, а он уже, получается... Да, да. По моему мнению, потому что я вижу, это, по сути, это так. Я говорил с чеченцами, я их считаю братьями, потому что сандагистанец. Вот у них такое отношение, да. Понятно. Да. Интересное, конечно, в интересное время живем. Да. Но главное, чтобы в это интересное время никого не убивали. Дети были детьми, они прятались в бомбежках. В бомбежище. Но радует то, что для Украины я в это... Блин. Только собирался ему сказать, что я блогер. И не будет ли он против, если услышат этот диалог. Я, конечно, закрою его лицо. Я думаю, человек не будет против. Потому что человек со светлой головой. И он хочет, чтобы люди видели, что есть разные россияне. КОНЕЦ Продолжение следует...